Челы, заходите на стримы. Чтобы выманить его. Попробую приманить на еду. Так, ну ладненько, давайте пройдем смешанного типа. Немножко отдохнул. Самое то. Невероятная скорость. What a pace. Так, тут уже дальше идет ранг A. У нас уставший опять малют. Супер клей для камня для использования под водой, дай-ка подумать. О, он был в том углу, вот. Думаю, подойдет, надо вернуться в дерево универсалидов. Как так, ни одного посетителя. Дело в том, что есть у нас собиратель водорослей, Чучи его зовут. Он поставляет водоросли для кафе, но Чучи в последние дни куда-то делся. У нас кончились ингредиенты, и мы не можем принимать гостей. А как с ним можно связаться? У меня есть ключ от дома Чучи, но я же не могу вот так покинуть кафе. А у Чучи есть огромная ручная черепаха, раньше ее кормила время от времени. Дэйв, ты сможешь заглянуть к нему? Тяжело, наверное, когда не получается открыть кафе. Я наведаюсь. Только скажи, где он живет. Проблема в том, что это сложно объяснить. Ландшафт постоянно меняется. Но у его черепаха есть очень много медуз. Думаю, должны были остаться какие-то следы. Странно, попробую поискать. А, он может вне... Вне города живет? Там... Ты вернулся. У моего друга нашлось то, что нужно. Тогда не мог бы ты приступить к работе прямо сейчас, Дэйв. А тут что? Это сказ задание. Я вот не понимаю, зачем фармить этот Бэй? Ради чего? Может, тут потом продажа какая-то появится? Куда же делать Мара? Что-то случилось? Сухопутный. Ну, Мара пропала. Я уверен, что она поплыла к подводному озеру. Точно говорю. Отводное озеро? Это таинственное и прекрасное место. Тензин запретил нам к нему приближаться, потому что там обитает жуткое чудище. Только вот Мара сказала, что есть одна трещина, через которую мы сможем пролезть. Я не хотел, чтобы меня отругали, поэтому осталась. Но Мара поплыла одна. Вечно от нее одни проблемы. Где это озеро? Оно закрыто дверью, чтобы никто туда не пробрался. Но рядом должен быть указатель. На этом указателе будет такая надпись. Приведи Мара домой. Тензин так разозлится, если узнает. Хорошо, попробую отыскать. Указатель на языке русолидов. Мне стало слегка полегче после коралловой каши. Чисто случайно ты не мог бы собрать немного минералов для меня? Вот таких. Нужно довольно много. Это опал. Сухопутные так его называют. Русолиды часто используют его для изготовления оружия. О, у меня и уже есть. Ты собрал все ингредиенты. Наверное, мне тогда стоит поблагодарить тебя. Как ты себя чувствуешь? Думаю, что смогу подготовиться к работе, но... Для плавки минералов нужны плоды божественного древа. Огонь потух, потому что у меня слишком долго не было. Нужно сорвать несколько плодов. Но я слишком слаб для этого. Надеялся, что ты сможешь мне помочь. Ты говоришь про то большое дерево за деревней? Что мне нужно делать? Ты мне поможешь? Я тебя провожу. Давай за мной. Ой, я же не представился. Я Дува. Хорошо, Дува. Давай сплаваем. Он будет, походу, ковать мне оружие. О, оно такое величественное вблизи. Если бы не божественное древо, Русалиды бы не выжили. Это все благодаря жертве короля Луна. Мы бесконечно благодарны ему. Ну что, давай соберем плоды. Сорви плод и положи вот в эту корзинку. Силы еще не до конца вернулись ко мне, так что долго я ждать не могу. Принеси мне пять плодов за отведенное время. А чем ты двигаешься? Ты тупист? Неплохо, этого хватит. Пора возвращаться в мастерскую. Похоже, я еще недостаточно здоровый для путешествия. Так вот, да, спасибо, сухопутный. Дэйв, давить? Я постараюсь открыть мастерскую, когда восстановлюсь. Мне нужно еще немного времени. Хорошо, Дува, я к тебе как-нибудь загляну. Скажи, если тебе что-то понадобится. Договорились. Стоп, бей. Куд. Как будто ничего и не было. Хорошо приклеил. Мы не забудем твоей доброты. Почему эта тряска никак не утихнет? Трясет как будто все чаще и чаще. О, король Лун, защити нашу деревню. Так, и где книга? Какая книга? Сухопутный, рад встрече. Была тут одна книга с изречениями короля Луна. Я не могу ее найти, я хотел прочитать ее вечером, отдохнуть. Где же она? У Ниама в храме, конечно же. Там много книг по истории верованиям русолидов сухопутный. Сможешь взять в храме еще одну книгу для меня? Я продолжу поиски. Она называется «В подвале мутировавшие русолиды» и я, король, не могу остаться в стороне. Я обязан что-то с этим сделать в том 2. Какое-то длинноватое название. Это роман о грандиозных сражениях короля Луна. Возьми эту книгу в храме. До этого я брал том 1, так что Ниама должна помнить, что мне нужно. Название было что-то длинное, я забыл. Понимаю, Кадзин любит странные книги. Ниама, ты должна знать, что это за книга. Ее до этого брали, не помнишь? Книга, которую брал Кадзин, должна быть одна из этих трех. Битва короля с зомби-русолидами. Да, в подвале мутировавшие русолиды, я, король, не могу остаться в стороне. Я обязан что-то с этим сделать в том 2. Круто, молодец, что нашел ее. Я сяду почитать ее за вечером. Ее вечером за бокалом вина из водорослей. Это, конечно, не совсем подарок, но вот, возьми. Семя какого-то растения? Это семена водорослей, которые растут в деревне, они очень вкусные. Слажновато их будет вырасти на ферме. Ух, ух уж, мне эти сооружения сухопутно. Сплавай к местному фермеру Гума. Если повезет, Гума поможет тебе вырастить их. Ты спрашиваешь, могу ли я вырастить водоросли? Они растут на ферме водорослей позади меня, но я не собираюсь сделать это ради сухопутному. Какой злой русолид. Это семя мне дал Кадзин, ты можешь мне помочь? Пожалуйста. Кадзин дал бы сухопутному, ого дела. Не знаю, что сухопутный может сделать с водорослями, но я подумаю об этом, если сможешь сотворить кое-что. Принеси мне блюда из водорослей. Придется просить банча. Как они что-то пьют под водой, тем более из бокала. Ну как, ртом. Так, у нас квест светящуюся медузу. Еще девочку найти. Во, медуза. Она должна привезти меня к альмару линчень. Здесь небольшое отверстие, может он там? Надо бы светить фонариком. Сейчас скример. Вот он. Кажется, я только что увидел ручного кальмара. Здорово, шурмастер. А вот и ты. Так, он точно внутри, надо бы проверить. Вроде успокоился, попробую его выманить. Положу сюда его любимый корм. Надо поймать его с очком. Прекрасно. Теперь нужно отнести к альмару. Пойдем посмотрим. Так, тут по идее сейчас босс какой-то еще должен быть, мне кажется. В том месте, куда девочка отправилась. Как раз таки последний босс глубины. Гарпуном, не знаю. Ай. О, указатель к подводному озеру, о котором говорили детишки. Мара все еще не вернулась, так? Тогда я поплыву по указателям. Это дверь к подводному озеру. Волуны и загораживают проход. Панель без кирка. Как хорошо, что она уже у меня есть. Ах ты скотка. Ловушку Джокера. Погоди. Вот это да. Это и есть подводное озеро. Озеро на глубине моря. Поразительно. Стоит сделать фотографию. Тут боссги сто процентов. Что за звук? Вот он, гоблин. Эль-гоблина. Сухопутный, ты приплыл меня спасать. Да, я тебя спасаю. А это что за чудовище? Я хотел только посмотреть на озеро, а тут друг. Ну и мразота. Гоблин-шарк. Вот незадача. Надо что-то делать. Надо его убить. Пока не поздно. По голове ему. Резня. Блин, мне выпала худший кал. Мне выпала сетка. Вы еще рофлите? Какая нахер сетка? Ой, бляд. Как нам убивать его? Придется так убивать. Так, он взбесился. На нахер, это все, на что ты способен? Ничтожество. Левиафаны уже были, конечно. Уже вчера были. Фух, еле завалил. Спасибо, сухопутный. Ты почему в таком опасном месте? Я хотел увидеть подводное озеро. Столько хлопот от этого ребенка. Нам пора возвращаться. Мара, я переживал за тебя. Простите, мне очень хотелось там побывать. И как там, красиво? Там правда озеро в воде? У меня есть фотография, показать? Вау, так круто. Ух ты. Понимаю, качество не очень. Но что есть, то есть. Всякие опасные монстры мешались под ногами. Понятно. Спасибо, что спас меня. Я больше не буду уплывать из деревни. Так, ну и залутали плюс карточку гоблина. Сержио, спасибо, сухопутный. Я так боялась, что больше не увижу своего любимца. Еле донес. Больше такое не повторится. Держи еще небольшой подарок. Это портрет Сержио. Повеши его в баре, спасибо. Заглядывай в казино хоть иногда, сухопутный. Помощь Русалидам, так уже вроде помогли всем. Дэйв, у меня все готово для фотоохоты на скат и манту. Я нанял несколько специалистов, чтобы они установили светотехнику в нужных местах. О, пришлось раскошелиться, наверное. Такую возможность нельзя упустить. Они сказали, что светотехника установлена на глубине 20 метров. Можешь сплавать и проверить? Жду потрясающих снимков. Не, все-таки, видите, квеста нужно дождаться было. А, на следующий день с утра в пещеру пойдем? А, точно, 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 Крайфир. Да, ты прав. Да, ну все тогда, отлично. А вот и светотехника. Похоже, акулы ее опрокинули. Надо установить и подключить оборудование перед тем, как делать снимок. Вот теперь освещение в порядке. Приманю планктон с помощью капсулы приманки вот сюда, в середину. Вот и светящиеся червячки. Нереальная картина. Скат манты не приплывают. Не приплывет, если я буду рядом. Нужно спрятаться за камнями вон там и подождать. Это и вправду скат манты. Буду держаться подальше, чтобы не спугнуть. А, во. Тель должна быть освещена. А, во. о скартман ты какой же он все-таки величественный у меня даже слезы на глазах шучу редактором точно понравится этот снимок ты мой герой увидимся тысячи золотых с первой ночи будут также появляться места для фотографий делай классные ночные снимки о смотрите там салют новый контент еженедельная рыбалка иногда в синей бездне будут появляться странные существа они называются аквамонами их то не так то просто поймать подробности можно узнать у журналиста удал который заглядывает к тебе по субботам чё за на трекер рыб теперь ты можешь использовать трекер и прямо под водой для этого нажми вверх это устройство подсчитывает количество ингредиентов на рыбной ферме в суши баре и позволяет прямо в воде узнавать категорию пойманных тобой рыб безумие жарковато здесь как еда уже готова скажи честно я не буду ругаться если нет вот вдохновение от этой еды прямо-таки от отправиться в свободный полет выглядит и прям колоритно но вот как она будет на вкус попробуйте привет люка нифига там набор прямо да эврика мою душу приполнять безудержное вдохновение давненько я так тебя не чувствовал этот рис здесь такой рис не выращивают как откуда мне помог один друг я рад что вы довольны продолжайте снимать великолепные фильмы пронизывающие зрителя до глубины души а я всегда буду рад приветствовать вас в своем скромном заведении а ты хороший мужик мне нравится твой стиль пожалуй следующий раз я сниму кино про суши бар а у героя будет здоровенная ракетница то есть за суши бар такой так или иначе теперь я могу закончить свой фильм благодаря тебе вот плакат робот самура с моим автографом подарок ухты ж робот самурай скоро можно ждать следующего фильма он будет просто убойным просто плакат мне дал и все но деньги еще блямска лучше осминож будет это мило блюдо с водорослями просто блюдо с водорослями вряд ли кого впечатлит в деревне русалидов и без того такие есть для начала принеси мне водоросли белый рис и морского ежа я создам гармоничную вкусовую смеси здоровь суши и море ты принес ингредиенты я начну готовить рис морским ежом и водорослями русалидом должно понравиться спасибо банча надо отнести блюдо фермеру русалидов супер жаркое из брюха акулы домового нафиг но кстати выглядит аппетитно вид не аппетитный написано вообще выглядит так как будто я бы захавал блин последние рецепты тут за девять аж изучаются особые суши скульпы но и вот а че нам нужно сейчас делать а сейчас медузи и фестиваль погнали тогда с медузами выставлять наверное все выставили готова ой 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 как же много посетителей набежали она тоже что-то отнесу пожалуй успеваем нормально это жестяк здорово пупка-пука ой хорошо 8000 дохода нифига себе нормально че выручка максимальная вообще ух пора закругляться чтобы стать настоящим мастером нужно преодолеть долгий путь че за на долгий путь че за на please бare выка выка Листер ли ми В битсейбер, что ли, будет бахать? Во сне дав видеть живой концерт Когда перед курсором появится значок high, нажми L2, R2 Еще зона Используй LR, чтобы поднять или опустить руку И попасть в зеленую зону Когда появляется оранжевая зона, тряси Влево-вправо Субтитры делал DimaTorzok 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 она ему типа улыбнулась все пошел дрочить в туалет так теперь тебе нужна новая мобильная игра теперь тебе доступна новая мобильная игра Leech Run ее можно найти в геймфакторе твоего телефона ничоси кстати Дэнзин просил меня принести ему ключ от ледового прохода надо вернуться к старости деревни русалидов так что там вкуснейшая акулье мясо ой а какой конкретно акулу то опять вылетел из головы скобочка решеточка гоблин шарк тупенький мини игра Leech Run концерт во сне что будет если мы пройдем это джамп джамп икс 2 ау ничуть бот хардкор какой-то ребят тут походу просто на счет да ну чё пора наверное качать водолазный костюм максимальный level что ящик но и наверное еще ружье качнем хотя давайте баллон качнем и ружье драконье гарпунное ружье на ютубе будет эта игрушка возможно будет посмотрим ты вернулся сухопутный заброшенная пещера старый забытый склад русалидов но где-то в ней лежит ключ от ледового прохода с вам тебя проводить удачи я думал ты сбежал сухопутный с вам лучший воин русалидов отведет тебя за мной вот сухопутный принеси мне ключ так темно и страшно почему это место запечатали точно не знаю поговаривают будто где-то здесь держали безумных русалидов вроде как эти безумцы нападали на других русалидов но это было типа 1000 лет назад русалиды живут около 300 лет так что можешь не волноваться легко сказать не волноваться поплывешь со мной я лучше воин своего народа и ты хочешь чтобы я опустился до такой простой задачи я останусь здесь и буду защищать вход а ты плыви и принеси мне ключ так и знал что ты откажешься он должен быть где-то на глубине ищи комнату с фреской дай знать как будешь готов я готов как холодно ключ должен быть где-то ниже в комнате с фреской если не ошибаюсь найти ключ какой милый морской карась должно быть забыл через ту трещину что зомбер усалиды мамочки это еще что предки русалидов который говорил сувам они еще живы повезло что они до сих пор сидят в клетках попробую не привлекать их внимание они реальны должна быть это комната с фреской который говорил сувам где же ключ думаю эта картинка на что-то намекает так ключ легендарь ключ устройство а вот и ключ жутковатое местечко надо взять ключ валить часы не все выберутся из клеток не зря я играл в ту игру про поиски сокровищ жаль чтобы они сняли такое паршивое кино пора возвращаться в деревню риса и русалидов мясо мы хотим мясо нет еще одно землетрясение кажется что трухнула ой ой да ну-ка давайте с ними поваркуем а че мы не будем сражаться что-ли о нет выход заблокирован и отовсюду вылезли морские чудовища нельзя чтобы они меня схватили гандо гадоны древние представители морского народа которые почему-то мутировали им нипочем ни ножи ни ружья сбеги из пещеры незамеченным что их нельзя убить тогда название оправдано будем стелсить кажется тут не проплыть что если спрятаться за той каменной статуей так меня никто не заметит тихо а потом уже посмотрим спасибо громадное спасибо еще раз хорошего тебе вечера так выбрались вроде спокойненько нормально так и знал что с вам не станет меня ждать ладно ключ у меня нужно возвращаться это чё за на подводная лодка это этот чел вернулся стой иначе тебе теперь ты еще и могилы грабишь мало тебе было уничтожать природу это русалитов тому кто вредит океану придется иметь дело с морской синевой и со мной джоном уатсоном почувствуй силу моей экологичной брони морской синевы rx 93 ни хрена ну ты пля и дундук конечно ты природная катастрофа сейчас ты поплатишься этого тупицу не преубедить его костюм кажется очень прочным пулями его не пробить походу надо заворачивать чтобы у него залетала ракеты замедляются вот мне удастся направиться ее в него что может отразить ракеты ига он конечно базлайтер его не сдамаживаю странно может мне нужно успеть взять эту ракету и в него кинуть не пойму че делать надо обито не пойму че делать надо обито но нахер ай даже мое броня не в силах нейтрализовать огневую мощь моего гипербластера не плохой трюк нас меня довольна давай запускай ракетку джин до него блин низковато низковато и 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 хорошо Блин, не долетит Не вовремя он выпустил, конечно Блин, мужик, ты ебанут Что ты нахуй творишь? Ой, хорошо залетела Моя экологичная броня морской синевой RX-93 Я не прощу тебе уничтожение природы Лежу за тобой же Крусах поплут просто А ты упорный У него было высокотехнологичное снаряжение Отнести его к кобре Он может добыть из него полезные детали Какие сложные механические детали Нужно прихватить парочку образцов Нужно отнести тензину Ключ от ледового прохода Ты и правда принес ключ от ледового прохода Сувам сказал, что зачистил область Чтобы ты смог спокойно забрать ключ Но похоже На это ушло некоторое время, да? Меня чуть не съели гадки морские чудовища Хочешь сказать, что видел Гадонов? Они еще живы? Гадонов? Темная страница в истории русалидов Хочешь ее услышать? Какую версию предпочитаешь? Короткую или длинную? Что выберешь? Давай длинную Весь лор Примерно 800 лет назад Цивилизация Гадонов была на пике своего развития Наши предки владели устройствами Которые значительно превосходили Все, что было у тогдашних сухопут Эти технологии позволили нам жить в мире И процветании И все это благодаря плодам божественного древа Эти плоды имели идеальное сочетание температуры и энергии И их очень надолго фатало Плоды, которые могли расти только на глубоководье Стали благословлением наших предков Однако Были и те, кого ослепила алчность Даше Один из старших техников Хотел использовать энергию плодов для чего-то большего Нежели только для рутинных задач Он тайно перерабатывал плоды И с их помощью изменял анатомию русалидов Он менял тела ваших предков Да, и поначалу все шло хорошо Улучшенные русалиды были значительно сильнее своих обычных собратьев И тогда Даше Решил пойти дальше Ему было мало изменять плоды Он захотел извлекать энергию напрямую из божественного древа С этой целью он начал накачивать энергии древнее Древнее существо по имени Яви Я не все понял, но мне не нравится эта история Король Лун знал об этом? В то время король Лун был занят Строительством пункта управления Который должен был обеспечить непрерывные поставки ресурсов от древа Он заметил, что рабочие стали работать усерднее Но понятия не имел, чем это связано На один прекрасный день Трансформация из пупсиков в дженданов Тела тех, кого накачали энергии древа, начали как-то странно меняться Их кожа попледнела, а конечности искривились Они стали агрессивными и начали нападать на русалидов Значит, это я их тогда встретил Частью для нас мутанты не приносят свет И поэтому сторонятся деревни Король Лун самолично отправился в пункт самоуправления Схватил гадонов и запер их в заброшенной пещере Однако во время охоты на них король Лун был тяжело ранен и позже скончался Но все это случилось почти 800 лет назад Я даже не знал, что гадоны все еще существуют Значит, может Они могут обитать и в ледовом проходе И вы хотите, чтобы я туда поплыл? Умоляю тебя! Русалиды слишком слабы для этого Мы же просто фермеры Сейчас ты единственный, кто может выяснить причину Землетрясения и повышения температуры в ледовой зоне Ладно, уговорили Спасибо, сухопутный брат Ой, еще, возьми Это мой подарок Это ожерелье русалидов Надень его, и трубчатые черви не будут тебе мешать Ну, те странные черви, которые напоминают трубки На этом пока все Ты должен быть устал Хорошенько отдохни и возвращайся ко мне завтра Я попрошу Суваму проводить тебя к входу в ледовый проход Оки-джоки Вот блюда из водорослей Это еще что? За белые шарики? Кухня сухопутных? Уже догадываюсь, какого это на вкус Но все-таки попробую Жесть Какой-то новый вкус Мягкая текстура водорослей и маленькие белые зернышки Они отлично сочетаются Желтая штука добавляет насыщенности вкусу Это икра морского ежа Впервые видишь Морской еж, который с колючками и сухопутные такое едят Похоже, у вас в форсоне разнообразные морские создания Кто бы мог подумать? Банчо очень серьезно относится к дарам моря Ладно, как и обещал Я открою ферму водорослей О, однако это будет отдельная ферма Чтобы не было проблем с поставками в деревню Это займет какое-то время Придется подождать Найс Еще одна ферма Ожидает Наших зернышек Спать Ну, когда уже появится какая-то, блин Какой-то батискаф или что-то Чтобы вот таких вот созданий Просто выгружать из глубины Это была бы имба Кусочек медузы Наверное, остался после обеда Черепахи, того собирателя водорослей Поплыву отсюда Так, куда? Сюда Должен быть этот дом собирателя водорослей Я что-то слышу Стоит открыть дверь и заглянуть внутрь Так, вот он домик Черепаш Помогите мне Да, она съела что-то странное Она сходит с ума Она просто сжирает медуз С ней творится что-то неладное Сухопутный Ладно, сейчас не до предрассудков Помоги, прошу тебя Что мне сделать? Мне придется ее поймать и успокоить А как мне ее словить? Это что-то из мира сухопутных Это пластиковый пакет Кто мог выбросить его в море? Спасибо, сухопутный Теперь я снова смогу Собирать водоросли с Доной Чуть не задушился пластиковым пакетом Жуть Так вот, пожалуйста, донеси это послание До других сухопутных Скажи им, что нельзя выкидывать Всякий мусор в море Я понимаю, рыбалка ради пропитания Но зачем же выбрасывать сюда хлам? Если кто-нибудь сюда еще Что-нибудь выбросит Я им такую трепку задам Похоже, все в порядке Надо бы навестить мимо в кафе Благодарю Дэйв, благодаря тебе Я снова могу открыть свое кафе Тут очень мило Не думаю, что я так пытаюсь Отплатить тебе Но я хочу начать готовить еду Которая пригодна для сухопутных Ух ты, правда мимо? Лучше меня Из русалидов никто не готовит Уверена, что даже сухопутных Я смогу удивить Только сначала нужно поэкспериментировать Охо-хо Скажу, когда все будет готово Предвкушай Так, отлично У нас тут появится ферма Кузнец И готовка какая-то Все вот это, видимо Будет, так сказать За деньги Скорее всего Будем платить тут Как раз денежки Это щезанат Древнее зло пробудилось Такое сильное землетрясение В землетрясении усиливается И происходит все чаще Надо проверить Все ли в порядке Из банча суши Банчи Я почувствовал мощное землетрясение С вами все в порядке После прошлого раза Я принял некоторые меры Против землетрясения Но я не знаю Как долго они продержатся Против таких мощных толчков Все в порядке Доктор Бейкон Я проходил мимо И решил проверить Как вы Похоже, все хорошо Дэйв, как тут дела С русалидами Есть какие-нибудь проблемы Да, земная кран Нагревается И медленно растапливает Лед у деревни русалидов Из-за этого Многие из русалидов Заболели Чтобы понять, что случилось Мне нужно отправиться В ледовую зону Которая принимает на себя Все тепло Но там обитают Какие-то жуткие чудовища Думаю, там опасно Звучит не очень Судя по древним записям Русалиды крайне восприимчивы К смене температуры Тебе нужно как можно скорее Добраться до ледовой зоны И выяснить, что там происходит Замерзнутых насмерти Принести себя в жертву Ради русалидов Большая честь Ээээ Чего? Не бери в голову Подумаем завтра Сегодня мы устроим пир Хорошенько повеселимся Вип на месте Сэмми Рэп-звезда Эээ Менеджер вроде бы сказал Что видел здесь Кого-то похожего на Отто Эй, шеф-повар Можно вопрос? Добро пожаловать В банче суши Вы, случайно, не подаете Суши с овощами? Йоу Суши с овощами? У нас такого меню нет Ближе всего будет На ремаке суши Нет, нет Не на ремаке Я про суши со свежими овощами Ну ладно Я пошел Йоу Пока Погодите-ка Это музыка Это же Hot Pepper Tuna Титульная песня С моего первого альбома Меня занимает Подобная музыка Ты должна быть MC Сэмми Ты меня узнал Йоу Приятно встретить Здесь его фаната Йоу В таком случае Может быть Все-таки Приготовишь мне Суши с овощами Йоу У нас есть Кое-какие овощи Но суши с овощами Это нечто более сложное Дай мне три дня И я могу подать тебе Настоящее суши с овощами Круто Йоу Когда я вернусь Через три дня Жду не дождусь Блин Трек только начал раскачиваться И он ушел Банчо У тебя есть какие-нибудь соображения? Никаких И что же ты собираешься делать? Отто Отто лучше меня разбирается В овощах Я собирался посоветоваться с ним Вот это правильно Я ему позвоню Привет, Дэйв Как дела? У нас тут один посетитель Попросил сделать ему суши с овощами И нам нужно где-то достать для них ингредиенты Овощи Суши с овощами Я их тоже очень люблю Да этот ваш посетитель знает, что заказывать Дай мне немножко времени Придется поработать всю ночь Позвоню с утра утром Класс Загну к тебе завтра Так, что мы тут можем Блин Пока у нас не хватает Под Пеппер Туна Ёш-ёш Нига он быстро готовит На, дайте последнее пиво сам налью Какое приветливое кафе Всем кыш-кыш Ёш Так, ну потихонечку растем 5К Нормально, чё? Нормально, вполне себе Так, чё здесь происходит? Ночью дую такой приятный прохладный ветерок Я совсем протрезвел Радар Руссолидов что-то обнаружил Но не в воде Как? Пещерам? А с пещеры исходят сигналы Не похоже, что эта пещера образовалась естественным путем Надо её осмотреть Заплыть в пещеру А, я играю за него, чё? Какой сюрприз Фреска здесь Что ж, она довольно Здорово отличается от фресок Руссолидов Которые я видел в море Дай-ка я её осмотрю Руссолиды и люди на одной картине Они что, в самом деле могли встретиться? Дети людей и Руссолидов Они что, играют вместе? Кажется, Руссолиды дарят людям какой-то блестящий плод Так, смотрим сейчас ещё разок Такой Рыбка плывущая вверх И грабли Найс Браво, дверь открыта Там темно и страшно Но и сильный археолог Не вправе упускать такую возможность Посмотрим, что там внутри Он умер Что тут? Кошмар какой-то Жуть Это место Только посмотри на все эти кости И пыточные инструменты Нужно изучить фреску Чтобы узнать больше Кажется, людям стало плохо После того, как они съели плод Похоже, он несъедобный Люди охотились на Руссолидов И, похоже, убили очень многих Значит, вот оно как было, да? Люди могли бы жить в гармонии с Руссолидами Если бы не мелкие недопонимания Мне нужно пристальнее изучить этот артефакт Похоже, Руссолиды сделали предмет для людей Имеет сложную конструкцию Хотя и был сделан в незапамятные времена Ух ты, да это же Похоже на какой-то дыхательный аппарат Может, Руссолиды сделали его для людей? А, что еще за шум? Пираты Что? Это еще кто? Что он здесь делает? Пираты Что они здесь делают? Грабят Срочно на лодку Это наша территория Гони все, что есть Они не дадут нам уйти Если мы сейчас остановимся Уходим побыстрее А-а-а-а-а-а-а Да, ё-моё Жестятин НО! 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 У-у-у! Получайте! Чуть не потерял сознание. Мне нужно тщательнее изучить дыхательный аппарат русалидов. Тензин велел поговорить с Увамом в деревне. Надо проверить, нет ли для меня поручения. А потом отправляться в деревню русалидов. Глава пятая. Замороженный проход. Удалось подушку подавить, Дэйв. Эм, вроде да. Ты вчера сказал, что тебе нужны ингредиенты для суши с овощами, так? Да, посетители заказали, но как по мне, суши без рыбы не суши. Заскачи на ферму, кое-что есть. Новый участок? Так точно, выращивать один только рис, это же скучно. Я немного поработал вчера и соорудил рядом огород. Огород? Он самый, чтобы ты мог выращивать овощи и фрукты. И не только для суши с овощами, но и для других блюд. Звучит чудесно. Тебе придется самому работать на ферме, поэтому сейчас я кое-чебе... Кое... Я сейчас кое-чему тебя научу. Слушай внимательно. Прежде всего, вот тебе семена и инструменты, которые понадобятся для работы. На, возьми. Теперь попробуй посадить семена баклажана и моркови, которые я тебе дал. В каждом пакетике по три порции, так что ты сможешь засадить один ряд из двух пакетиков. После посадки не забудь полить их из лейки. Понял? Ты быстро учишься. Я знал, что из тебя выйдет отличный фермер. Столько усилий вложишь в уход за растениями, такой урожай и получишь. Забегай почаще, чтобы пропалывать сорняки и поливать растения. Статус урожая можно всегда посмотреть в приложении. Дэйв, ты читал письмо, которое тебе только что пришло? Там написано, что скоро будет проводиться вечер тунца. Точно, а где тунец, там и суши. Мы можем на этом неплохо заработать. Я давненько не видел в синей бездне тунца. Сезон только сейчас начинается. Мы с этой вечеринкой озолотимся. Но тунца ведь так просто не поймаешь. Я слыхал, что они очень шустрые. Без вложений удачу за хвост не поймаешь. Днем я принесу кое-что для ловли тунца. Бывай. Так, ивент с тунцом. Так, ну, по сути, какие у нас сейчас получаются делишки важные. Пойдем, наверное, сразу к русалидам. Ждем овощей, получается, пока. И открываем новую локейшн. Субтитры подогнал «Симон»!